И вот у меня был такой случай, что здесь у нас за телевизор требуют каждый месяц платить 18 евро. За всех, удовлетворительно. Тут и в тюрьму садят, если кто не платит. А в тюрьме есть телевизор? Не знаю, я там не была. Там тоже надо платить за телевизор, если он там есть? Ну, наверное, да, они же там работают, они же там тоже платят налоги. Но не за весь телевизор, а именно за первые два канала, которые принадлежат Соросу или правительству ФРГ. За то, что нам промывают мозги, мы еще должны деньги платить. Обязательно, принудительно. Я никогда эти деньги не платила. И меня там набежало 1000 евро. И в 2003 года назад они мне прислали письмо, меня как-то там нашли, что им должна 1000 евро, и хотели сменять эти деньги. Слушай, 1000 евро за всю жизнь не пересмотреть. А это только за последние, с 2013 года, по-моему. Ай-яй-яй, как же так? Вы нас не смотрите. Идите в тюрьму, да? Да у меня вообще телевизора нет уже, наверное, в лет 8. Вообще нет. Да какая разница? Вы нас не смотрите. А, да, знаешь, как они говорят? Они предполагают, я же говорю, что договорной, они предполагают, что я могла бы посмотреть в интернете эти каналы. Да ладно. Поэтому я должна платить. Вы могли от знакомых услышать. Да, да, да. И они мне прислали вот этот счет, и я им отправила письмо от Марселя. Они мне прислали предложение по контракту, и я отказалась. Слала им, значит, ответ Марселя. Но мы должны отвечать, потому что, если я не отвечу, для них это считается, что я согласилась с их офертой. Правильно? Я должна отвечать. Я должна на каждое письмо реагировать. Я не могу просто кинуть куда-то в шкаф и не реагировать. Это здесь, ну, в этой фикции никак. Они должны, потому что все идет на договорных, на коммерческих правилах. Мы общаем, мы имеем дело только с торгашами, больше ни с кем, которые хотят нам что-то навязать, как живым людям. Я им отправила письмо, они потом как бы проигнорировали пару раз, еще мне раз прислали. А там стоит, что расскажите мне, когда я с вами заключила договор. Так что они мне ответили? Это тоже интересно. Один раз они мне ответили, что все это по нормам, по закону, у нас есть договор. Мы заключили договор с вашим бундеслянд. Опекуном? Опекуном. Они написали мне письменно это. Где я живу, с моим бундеслянд, с моим, вот это министерство моё бундеслянд, они заключили договор на меня, что я обязана платить им это. Да. Это все по правилам, все по нормам, все нормально они пишут. Я, значит, им опять тоже... А они не написали, кто именно опекун? Не, они написали правительство моего. Ну, в Германии сейчас существует там бундеслянд, Байерн, Бавария, или там Нидерзаксен, или они называются, разделены по... Губернии, короче. Как в России губернии, области, да? Да, 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 да. И у каждого вот этого области есть еще свои города, вот. А вот именно вот этот такой вот район есть, да? Угу. И я получила паспорт, и не я, а моя персона, именно от них. Они мне дали эту персону юридическую. Поэтому они заключили договор. Теперь, значит, я опять же тот же самый текст, тот же самое письмо им отправила. Они видят, что они уже, ну, никак не могут пробиться. Что мне следующее пришло? Письмо от правительства моего города. Угу. Где они уже в очень грубой форме написали, приказали мне, что я обязана в течение 10 дней 1000 евро перевести, иначе они мне конты перекроют и еще там что-то там писали, перегрызили. Конты это что, счета? Счета, да. Угу. Я, значит, беру письмо от Марселя, поставила свой автограф красным, гелевая ручка, но мокрыми чернилами, отпечаток пальта на это письмо, обязательно я отсылаю их письма обратно, потому что они пришли не по адресу, они были направлены на персону, а здесь персона не проживает, не проживает, нету тут фрау. Здесь есть вайп, есть женщина, но фрау нету, а фрау это то же самое, что и кинт, это персона, аббриатура фрау, это всегда персона. Ну, типа гражданка. Да, да. И обязательно их письмо вместе с конвертом. И еще в этот раз я приложила копию своего заявления себя живой, приложила и отправила. Они думали полгода, что делать. Думали, думали, думали. И тут раз у меня звонок в дверь, я открываю дверь, стоит мужчина и протягивает мне конверт в руке. И он мне говорит, вы фрау такая-то? Я говорю, а вы кто? Он назвал фамилию, я говорю, я его спрашиваю, и что теперь? Что вы вообще тут делаете? Он, вот, значит, это самое письмо, тут это фрау такой, я говорю, тут нету фрау. Он такие глаза на меня выторщил. И показывает на звонок, а там имя всегда написано, фамилия, да? Ну вот же написано, он мне показывает, ну вот же написано. Так вот этой табличке и выручайте. Да, а я ему говорю, не приставайте ко мне, и пошел, говорю, отсюда, и дверь закрыла. Я говорю, как живая, ты что вообще сюда приперся, и что ты ко мне пристал? А я видела, что в конверте внутри даже красный был, это написано, то письмо он написал на красной бумаге, это уже самая такая высшая степень опасности. Он же даже красный, сначала они дали присылать белую, потом желтую, по светофору, а потом красную. Желтых я не получала, а он мне сразу красную прислал. Когда я дверь закрыла, он это письмо забросил в ящик почтовый и ушел. На это письмо я точно так же, по той же самой схеме, то же самое письмо, отказ от предложения отправила. И сейчас уже прошло несколько месяцев, ни слуху, ни духу. Они мне пригрозили в течение 10 дней все перекрыть. А я сказала, тут нету фрау. То есть персона не найдена? Не найдена. И вообще кто он такой, на каком основании? Он пришел к живой женщине и что-то требует с нее? На каком основании вообще? У них знаешь какая надежда была? У них была надежда, что они тебя застанут врасплох. Что типа на, и ты возьмешь, и все. Возьму этот конверт. Он надеялся на это, что я возьму. Но мы должны запомнить, как живые. Живой человек, суверенный человек никогда не отвечает на вопросы. Он задает вопросы. Я поставила разговор так, что я ему задавала вопросы. Он передо мной стоял, отчитывался. На мои вопросы отвечал. Ну вот это и есть самая главная линия, которую гнут вот эти черные мантии. Типа суду вопросы не задаются. Хотя, как она мне заявила, типа суду вопросы не задаются. Ну, я вижу, что она это, ну, с очень, как сказать, с очень большой тревогой сказала эту фразу. И я не стал ее дальше раздражать. Я просто решил промолчать. Хотя я мог ее чисто морально задавить и сказать, что вы же отвечали на предыдущие вопросы. И на будущее будете отвечать. И я еще буду задавать. И никуда вы не денетесь, ответите. И я ей задавал, и она отвечала. Но я это все промолчал. Ну, они еще пока пользуются тем, что люди это еще ничего не знают. Ну, ничего, сейчас они все узнают это. И уже... Ну, я так понял, у вас движуха там набирает обороты, да? Сейчас очень сильно. Очень. Все спали, все ходили на работу, все были просто загружены, зарабатывали денег, эти кредиты отплачивать, все. Как только началась корона, все, весь народ просто их как всколхнуло. Они на улице начали на демонстрации ходить. Телеграм полный, группы полные. Они пишут заявления за себя живым. Они идут в ЗАГС и требуют выписки. Они ищут своих данных, своих родителей, прародителей, где они жили, какое у них гражданство было. Доказывают свое гражданство. О, сейчас вот такое началось. Ну, у нас тоже тут движуха началась. Причем по всей стране и по всему миру. Правильно. Это правильно. Ты знаешь, Светлан, я вот когда в феврале этого года примерно началась вот эта вся коронакризис, сначала где-то там за рубежом началась, в Америке еще где-то, я как только услышал об этом коронакризисе, ну, думал, очередная эпидемия фальшивая. А потом, когда это до России дошло, у меня как бы, ну, сразу такие двоякие чувства. С одной стороны, блин, что будет, а с другой стороны, я обрадовался, что наконец-то система решила заставить всех принудительно проснуться. И хочешь, не хочешь, все равно тебя заставить проснуться. Рано или поздно ты придешь к этому пониманию, что ты живой, а не персона. Я не знаю, какой стоит завеса, не знаю, что такое, почему люди не видят этого, почему они не слышат этого, не верят этому. Очень тяжело доносить эту информацию, не знаю почему. Я тебе поясню, почему, потому что это все нужно показывать на практике. Вот у вас очень мощная теория, ты говоришь, ты ни разу в суде не была, а как ты можешь рассказать человеку, что это все работает, если ты ни разу в суде не была. Я вот поэтому в суды и хожу. Я на своей практике показываю, что это все работает. Я показываю реакцию вот этих черной мантии на вот эти слова, я живой мужчина. Я хочу, чтобы они все воочию увидели. И даже несмотря на то, что мне в комментариях под видео уже три раза написали, что типа это все постановка, это все фикция, это вообще какая-то херня, ты, короче, сам это все смонтировал, там договорился где-то с кем-то. Даже несмотря на это, другие люди, другие 99% видят, и у них просто взрыв мозга происходит. Как так? Да быть такого не может. Что вообще происходит? И начинаются звонки, у меня телефон просто кипит. Кстати, я тебя хотела поздравить тоже с твоей победой в суде. Благодарствую. Я очень рада была за тебя, я просто очень обрадовалась. Ты заметила, вот, я не знаю, я не считал специально попытки, но надо посчитать. В прошлый раз на суде над прокурорами у меня судья, этот, черная мантия Чех, он пытался, я насчитал там 19 раз, он пытался меня, это, ну, приписать к персоне, понизить статус человека. Тогда я человеком заявился. Сейчас я на первом заседании тоже человеком мужчиной заявился, а на втором заседании решил протестировать именно живого мужчину. И живой мужчина, прям видно было, что он намного лучше сработал, потому что Елена Петровна как уж на сковородке крутилась и не знала бы. Она даже, понимаешь, она в процессе пыталась навесить на меня персону, не получилось. Так она еще после оглашения постановления, ну, результивной части, то есть, когда уже все, по идее, процесс закрыт. Но нет, она делает дважды ход конем. Она встает в двери и берется за ручку, и типа, я уже почти ушла, стоит в двери и задает мне два вопроса. Как же она сказала? А, вопросы есть в рамках дела? То есть, давай, заходи в процесс, пока я не ушла. Последний шанс тебе. Я говорю, нет, по делу нет вопроса, а вообще вопрос есть. И потом она еще последнюю попытку сделала. Это типа, мы вам направим на электронный адрес. Я говорю, не мне, а на адрес. То есть, она дважды после, якобы, закрытия процесса попыталась, ну, так, в догонку, как последний шанс, дважды пыталась забросить вот эту персону на мою сторону. Не получилось? Да, ты молодец, вообще держался до последнего. Сообразил быстро, сразу. Она бы потом сказала, персона нашлась. Да. Ну, она так и написала, что типа, Булгаков и явился, но при этом отказался что-то пояснять. Ну, и деваться некуда. Что она еще напишет? Она же не напишет, что пришла персона и заявила, что он живой мужчина. И не будет отвечать за персона. Так вот сейчас смотри, вот почему этих, видишь, я не знаю, лично они живут на юге Германии, а я на севере. Я не могу с ними встретиться. Именно которые идут вот этим путем. Если бы у тебя еще документы были ЗАГСа, что ты мужчина, и у тебя есть документ, что родился живорожденный мальчик. С гражданством таким-то. То там бы вообще вопросов никаких не было. И это, потому что они, если я сама заявила себя живым походом, это я написала. Они как бы могут признать, могут не признать. А это документ от системы. Они обязаны его признать. Поэтому и выигрывают все суды, вот эти мужчины, которые помогают людям. Ну, мне, с моей стороны, тоже, как сказать, сообщество живых мужчин и женщин тоже мне сказали, что надо обязательно вот эту форму номер 4 получить. Они еще, кстати, знаешь, как делают, они идут дальше. Они сначала им оповещают, потом идут в суд, семейные подают на них в суд, почему они сделали документы, фальсифицировали, да? Это же по боку. Кто, кто, кто идет? Ну, вот эти мужчины, которые работают, про которых я вам сейчас познакомилась, я буквально пару недель назад, они в чатка не зашли. Я только начинаю изучать их документы, как они работают. И они, шаги, они же все писали. Я в своей группе все опубликовала, все на немецком, пожалуйста, переводите. Вот. И там, значит, стоит, что они пишут сначала в ЗАГС пару писем, им сообщают этого, потом подают в суд семейный. Потом они им пишут, что раз документы не можете представить официальные на живорожденную девочку, они отсутствуют, тогда я суверен, беру ответственность на себя. И они на вот эту форму, да, которую живорожденного, они, по-моему, ее делают рамочку по краям. Этим самым они делают это ценным документ официальный, ставят, там они фотографии приклеивают. Потом они... В полный рост? Нет, нет, фотографию эту, просто как на паспорт, официальное лицо. Потом они там ставят из ВПС, вот это вот, Всемирный почтовый союз, да, УПУ, да, тоже туда что-то вписывают. Я видела у них там, так и стоит штамп УПУ, это связано тоже с этим как-то. А, из-за чего? Потому что все суды, здания судов принадлежат Всемирному почтовому союзу. И они им сообщают, проверьте действия ваших судов неправильные, они требуют, чтобы они их проверили. Потому что Всемирному почтовому союзу принадлежат все военные организации всего мира. А, подожди, то есть они идут в ЗАГС, ЗАГС игнорируют, они идут в суд, суд игнорируют, они идут к начальству суда, в почту? Да. Они это сразу указывают в этих письмах, сразу. А, то есть обижители, это, требуют вас, чтобы вы обязали суд разобраться в этом вопросе, да? А если они в суд подают документы какие-то, пишут или в ЗАГС, они сразу указывают в Северный почтовый союз, там тоже ставят. И все, они имеют права отказать, да? Обязаны рассмотреть. Ну, я вот тоже, кстати, отослала, они мне вот это вот по телевизору, еще потом два письма, три письма прислали. Я отправила в Северный почтовый союз их. Проверьте, почему на мой адрес приходят письма, не мне адресованные? Я отправила им. Почему ваша почта поставляет мне письма, которые адресованы не по адресу? Я это требовала. И это же самое, они требуют это от Северного почтового союза. Какое у них там дальше с ними взаимодействие, я еще не знаю, я еще это не до конца разобралась. Теперь, когда они фото приклеили, они делают еще апостиль, заверяют, что действительно соответствует, допустим, фотография вот этого документу, выписки из ЗАГСа. Они как-то, чтобы система тоже это как-то заверила, что раз система верит своим собственным адвокатам, пожалуйста, вот апостиль поставили. И потом они этот документ используют как паспорт. Ну, используют-то используют, а действуют ли? Они могут путешествовать, проходить сквозь границы. А теперь такой, значит, момент есть. Эти персоны, не мы создали, мы не можем их уничтожить. Они существуют. Мы как живые люди, так как эта система фикции еще существует, мы должны учиться взаимодействовать со своими персонами и заявлять везде. Я живая суверенная женщина, Светлана. Я являюсь выгодополучателем, бенефициаром всех моих персон или лиц. И я не несу за них никакой ответственности. И я не заключаю с вами, на эти персоны, никаких договоров. Это значит, что я имею право пользоваться всеми благами персоны. Я являюсь, как ты говоришь, учредителем, МИД-учредителем, потому что не использовали мое имя, без меня бы они эту персону не создали. Конечно. Поэтому в паспорте стоит две росписи. Правильно. Если мы это не заявляем, никто нам это не навяжет, что мы имеем право пользоваться этими благами. Ну, ты слышал этот пример-то? Дмитрий недавно звонил, я видео выпустил, как это. Он говорит, я, говорит, соучредитель данной персоны. Он говорит, как соучредитель? Ну, вот так, говорит, с одной стороны, Российская Федерация учредила, а с другой, я живой мужчина. Он говорит, а вас кто учредил? Он говорит, как кто? Творец. Правильно он взял, я видела, да. И воля заявления очень важна. Пока мы это не заявим, ничего не произойдет. Конечно. А вы там у себя в Германии не пробовали использовать вот это волшебные слова «я хочу»? Нет, еще пока нет, это мы у тебя учимся пока. Попробуйте, я думаю, это универсальное понятие, оно на любом языке сработает. Сработает в любом случае, потому что сейчас ищут люди другие, тоже начинают разбираться в этой теме, которые ищут. И они мне прислали видео, где прямо прописано, что когда они начинали еще в те годы вот это вводить в персону, то они как бы отобрали у всех их имущество, перевели их в персоны, и они считались для них с этого момента мертвыми. Не просто мертвыми, безвольными. Да, безвольными. И чтобы получить статус, чтобы вернуться, нужно заявить о себе. Там тоже прям волеизъявление сделать. Стоп, стоп, стоп. А вот заявить о себе, вот это и есть проявить свою волю. В русском языке есть такая пословица. Вольному воле. Состоит из двух слов. Вольному воле. Я все не мог осознать, что это значит. Ну, то есть, если ты типа свободный, то тебе можешь идти на все четыре стороны. А потом я осознал, что это буквально означает, что воля дана только тому, кто такой вольный. То есть, это прилагательное слово, оно буквально означает. Вот красный – это тот, кто обладает красным цветом, да, или покрашен в красный цвет. А вольный – это именно тот, кто проявляет волю. Везде и во всем. И говорит, что ему говорят – сядь, а он говорит – нет, я буду стоять, я хочу стоять. Вот в суде как постоянно – сядьте. Дело никто не может навязать волю, никто не имеет права. Так мало кто это осознает. Нас же с детства приучают в школе – сиди, молчи, руки по швам там. Почему? Потому что… Да, подавляет волю постоянно. И вот мне сегодня звонил тоже мужчина, Станислав. Я ему говорю, ты так и говори, я хочу. Он говорит, у меня язык не поворачивается. Я говорю, ты отвык от этого слова. Надо привыкать постепенно, потихоньку. Ну, медленно, потихоньку. Я говорю, ты сама попробуй где-нибудь, я что-нибудь куда-нибудь в магазине мне говорят, наденьте маску. Я говорю, я не хочу. Нет на то моей воли. И я для этого продавца просто исчезаю из поля зрения, как будто я шапку-невидимку надел. Правильно. Знаешь, я тебе сейчас скажу еще два важных момента. Насчет масок, когда это началось, я все думала, как взаимодействовать, если меня, допустим, полицейские остановят. Во-первых, что нужно знать, как живой, если я заявляю, что я живая. Если полицейские мне задают вопросы, я всегда имею право сказать, я не отвечаю ни на какие вопросы. Правильно? Ну да. Потому что в их законе... Живой женщине вопросы не задаются. Это одно. Нет, я тебе говорю, как это. Мне очень понравилась и не понравилась вот эта фраза короля Елены Петровны. Когда я задал конкретный вопрос, покажите мне эту персону, к которой вы обращаетесь, к которой вы права зачитываете. И она тут же среагировала, причем злобно. И тем самым выдала очень важную информацию. Она сказала, суду вопросы не задаются. Вот надо взять на вооружение вот эту фразу, и можно ее использовать обратно в отношении вот этих лиц. Живому мужчины вопросы не задаются. Я перед вами ставлю вопрос. Вот, кстати, в суде я слышал одного очень грамотного юриста, правоведа. Он подсказал одну очень интересную мысль. Когда ты задаешь какой-то вопрос в суде, а тебе вдруг скажут, типа, перед суду вопросы не задаются, надо тут же сказать, а я не задаю вопрос, а я ставлю вопрос перед вами. И это уже совсем другая формулировка. Вот тут уже деваться некуда, придется отвечать. Ну, это как бы, когда я живая, допустим, это заявляю. А я видела недавно, мне попался ролик из Америки. Они никак живые. Я не всегда к каждому к полицейскому, кто бы ни подошел, один мужчина, он к каждому отвечал. Я не отвечаю ни на какие вопросы. Он еще задался вопросом. Я не отвечаю ни на какие вопросы. Они разворачивались и уходили. Ну, вот, вот, надо использовать. Ну, а у нас в Германии, они сильно так не развернуться и не уйдут. Это я уже сто процентов знаю. Они как делают? Они сначала давят психически, начинают говорить-говорить. То есть, это, как бы, свои эти указания, что как себя надо вести, обучают. И потом они спрашивают. Вы меня поняли. Они всегда это спрашивают в конце. Так вот, на этот вопрос, тут тоже умные нашли, как бы, способ отвечать. Я вас услышал, но я вас не понял. Я вас услышала, но я не поняла. Ну, да, у нас тоже это все применяется. Тоже идут советы, что в суде... Ну, вообще, вот на эти слова понял. Надо всегда отвечать, нет, непонятно. Но у нас, видишь, у нас король Елена Петровна пошла на хитрость. Она применила оба слова. У нас в русском языке есть два способа спросить. Вам понятно? И второй способ, вам ясно? Так вот, король Елена Петровна пошла на хитрость. Она, видать, посмотрела все мои предыдущие видео. И я там в судах везде отвечал, что когда меня спрашивали, вам права понятны? Я всегда отвечал, что нет, непонятны. И, соответственно, она тут применила хитрость. И в этот раз она спросила, ясно? Она прямо дважды произнесла. Она говорит, вам права понятны, ясны? Я говорю, нет. Я отвечаю на какие вопросы? Нет, я говорю, нет, ничего не понятно, ничего не ясно. Ну, и ты можешь сказать, я не отвечаю на какие вопросы? Ты живой человек, не отвечаешь, не обязан. Ну, я, нет, как тебе сказать, у меня не было цели завершить диалог. У меня, наоборот, была цель, чтобы она говорила постоянно. А, ну да. Да, а я, чтобы она полностью себя, как это, открыла полностью. Вошла в роли и полностью раскрылась. Я ее установил только один раз. И очень аккуратно, когда она спросила дату рождения и место рождения. Кстати, дата и место рождения тоже очень важно. Чтобы люди это тоже запомнили. Что дата, кому даются вещи, да? Да, я об этом тоже тут всем постоянно толкую, что ни один, никто из живых людей, мужчин, женщин, человек, ну вообще любого спроси, никто тебе никогда не скажет, что он зовет тебя на свою дату рождения. Все зовут на день рождения. Да, да, важно. Ну, даже это я все не стал пояснять. Я сразу пресек все вот эти вопросы про дату, про место, про прописку и так далее. Я сделал вот как этот американец. Ну, я решил сократить вот этот процесс, потому что мне неинтересно. У меня была задача, как можно меньше слов, а чем меньше слов, тем меньше у нее попыток навесить персону. Ну, и то она выкручивалась, как могла, посячески пыталась накинуть персону. И я вот эту всю историю с установлением личности сразу ей пресек. То есть, я сказал еще раз под видеопротокол. Я живой мужчина-хозяин имени Антон, ни больше, ни меньше. Все. Насчет того, чтобы показывать паспорт, иногда бывает, что нужно показать. Допустим, ты говоришь, едешь куда-то, да? Или такие ситуации будут. То Марсель, например, делает так, как вот я уже сказала, что я являюсь живой мужчина, я являюсь выгодополучателем всех персон и обязательно проговаривать. Я не заключаю с вами никаких договоров, и я не несу за нее никакой ответственности. Вот, паспорт хотите, смотрите. На таких только основаниях он показывает свой паспорт, больше никак. Вот это очень важно всегда проговаривать, если нужно даже прописывать. И ни в коем случае не отдавать в руки. Да, да, ничего не отдавать, никакие оригиналы не отдавать никому в руки. Я прям, ну, я так же делаю, то есть я стараюсь паспорт не показывать, но если прям совсем прижмет, вот, допустим, на первом заседании, чтобы пройти в здание, ну, там никак, там они все выстроились с горой и говорят, только паспорт. Ну, что, пришлось достать, достал, зажал его тремя пальцами прям сильно, и это, чтобы не отобрали, не выдернули, и вот так показываю и говорю, я живой мужчина, хозяин имени Антон, а это, типа, персона, я ее генеральный распорядитель. То есть, разграничил, главное линию провести, неважно, какими словами ты скажешь, главную линию это, разграничить, что есть персона, а есть я. Вот это самое важное, да. Вот насчет того, что вот и меня, допустим, я сделал себя заявлением, себя живым, оно у меня лежит дома, оригинал, там все ДНА есть, и фотографии, оригинал лежит. И в коем случае я его никуда не отправляю и с собой не ношу. Я ношу только копию. И, может быть, вы копию паспорта тоже сможете носить, чтобы не отобрали, допустим. Ну, у нас так же многие делают, что и копию с собой носят. Правильно делают. Ну, дело-то не в копии, не в оригинале, а в том, как ты к этому относишься. Ну, конечно, то, что надо это проговаривать, осознать и себя вести, так это понятно. А насчет того, чтобы они не пошли на какие-то махинации и сказали, вот паспорт нашелся, персона нашлась. Чтобы они не могли этого сделать. А Марсель еще делает так, что если вы хотите увидеть оригинал моего заявления себя живым, можете назначить время, значит, разрешение, когда вы сможете прийти к живому человеку, чтобы посмотреть этот оригинал. Назначите время, мы договоримся, если захочу, я вам разрешу и покажу это. Не-не-не, я тебе хочу пояснить по-другому вопросу. Тут дело не в копии и не в оригинале. Это вообще не важно. Даже если у тебя там оригинал отнимут. Вот я тебе рассказываю случай, мне один мужчина рассказывал. У него было два или три уголовных дела. Он сразу пошел как живой мужчина. И я не помню, но как-то так получилось, что несколько судебных заседаний, там все по-серьезному, прокуроры, срок, решетка, наручники. И, короче, его прям со всех сторон, и прокуроры, и адвокаты, и все, короче, и даже маму в качестве свидетеля вызывали. То есть, подтвердите, что это он. Что вот это он, называть фамилиями отчества, это он. А он ей говорит, молчи, ничего не говорит. Она говорит, я отказываюсь, там, типа, 51-я статья. Они опять к нему. Ну, а кого еще спрашивать? Они опять к нему. Говорит, ну, это же вы. Он говорит, нет. Говорит, у вас в руках бумага, а я живой человек. Ну, я живой мужчина. Он говорит, ну, фотография же ваша. Говорит, как она может быть моей? Я, говорит, здесь стою, вот он я. Вот он я, живой мужчина, а у вас там какая-то фотография. Это не я. Я не являюсь фотографией. Он четкую линию постоянно проводил. А они пытались эту линию стереть. Так что тут дело не в оригинале и не в копии. Тут именно вот в этой четкой линии разграничения себя и персоны. И он прошел эти дела. Дела развалились. Ну, хорошо, да, так и должно быть. Если кто-то сделал ошибку какую-то, и они смогли навязать, тогда, конечно, проблемы. А если он до конца все правильно делает, то живой человек всегда выиграешь. Не может никак. Так в том-то и дело, что видишь, как Елена Петровна хитро делает. Она даже в конце заседания попыталась дважды навесить персону. То есть они, ну, я думаю, это только начало. Я думаю, и дальше будут какие-то там заседания. То есть там уже каких-то профессионалов будут приглашать. И там более серьезные такие будут попытки. То есть это тоже уроки. Ну, я готов. Я хочу эти уроки. Мне интересно самому. Они пытаться будут всегда. Нет гарантии, что ты вот один раз заявился, и все, и они отстанут. Нет, они будут пытаться всегда, постоянно. Пока они существуют, они будут пытаться. Дело не в них. Дело во мне. Я уже давно осознал, что живой – это не тот, который один раз заявился, там бумажку нарисовал, и все. Типа я живой. А зам ходит и сам себя персоной называет. Я там имя, я фамилия, я отчество. А живой – это тот, который везде, всегда, и постоянно, и во всем, каждый день, каждую секунду доказывает и своими действиями, и мыслями, и поступками, что он живой. Вот, допустим, на почте дают какой-то бланк там заполнить. И любой документ. Вот там везде написано «подпись» в скобках. Я постоянно вот эту надпись, подпись, я ее зачеркиваю и ниже пишу «роспись». То есть, ну, постоянно переделываю все документы. Кстати, насчет почты ты мне напомнил. Сейчас я разговариваю с одной женщиной, она живет в Кипре. И они сделали такое, что они пошли на почту, отправили письмо на конверте, написали «живая суверенная женщина», и она потребовала, чтобы именно в компьютере они занесли, что отдала письмо, что она есть суверенная живая женщина. Они сначала сопротивлялись, но потом они все равно это сделали. И она говорит, я проверила, у нас там можно заходить, смотреть, как почта передвигается, пакеты и все. И там действительно у нее стоит теперь суверенная живая женщина. Ну, я уже давно эти этапы прошел, я уже как только не заявлялся. Я делаю проще. Зачем конфликтовать со своим отделением почты? Ну, хотя у меня там отличные отношения, и тоже благодаря этой теме живых. Ну, в общем, я делаю по-другому. Я не со стороны почты захожу, а со стороны отправки. То есть, я захожу на Алиэкспресс и пишу там, живой мужчина, хозяин имени Антон. Мне приходит посылка, ну, там, либо курьером, либо на почту. Вот курьер привез к подъезду. Я выхожу, он такую посылку только отдавать, такой говорит, а что тут, говорит, написано? Живой мужчина, хозяин имени Антон. Это вы? Я говорю, я. Ну, на. Понимаешь, в почте уже зарегистрировано, что по такому-то адресу живет живой мужчина. Ну, вот это хорошо, да. А когда на почту я это получал, то есть, я пришел, там написано, что-то там у них не уместилось, там было написано, что-то человек, мужчина, Антон, по-моему, просто вот так вот было написано. Я по-всякому тестировал, по-всякому. Прихожу на почту, она только выдавать такая, а это паспорт. Я говорю, зачем паспорт? Я говорю, так приму. Ну, так, дурачка включил. Она такая, типа, а что тут написано? Живой человек, мужчина. Я говорю, ну, я похож на человека? Да. Я говорю, ну, это я. Все, давайте. Ну, на. Ну, вот ты из ЗАГСа, если возьмешь вот это, вот, оформишь этот документ, у тебя будет документ, покажешь им, они увидят, что действительно это. Ну, я им уже приносил форум, выписку, меня же начальник отделения обозвала живородящим, я ее тут же пристыдил, включил диктофон, говорю, а это. Вы вообще, говорю, биологию в школе изучали, что мужчина не может рожать вообще в принципе. Да, она говорит это, типа, а я, типа, в школе не училась. А, я, типа, не училась. Я говорю, а как вы начальником отделения стали, руководящую должность без образования получили? И на этом разговор закончился. Она поняла, что, ну, все пытаются поговорить со мной, но в итоге понимаешь, что как со мной не общаться, все равно это видео интересное получится. Вот смотри, есть еще какой момент у этих мужчин, да, у них написано в их документах имя через пробел, буква пробел, буква пробел. Зачем? Я тоже смотрю, здесь это называется по-немецки шпешрифт, это во время войны, мы знаем, так было, писались в многих документах. И так писали раньше, они говорят, в документах их бабушек и дедушек в документах. Почему? Я тоже не знала значения, я хоть думаю, я еще это узнаю. Теперь сегодня мне пришла информация от одной, ну, тоже с Кипра женщины, она говорит. Тоже, мы, говорит, узнали, что пробел этот ставится, оно слово прилагательное переносит в слово существительное. Вот этот пробел. Между буквами. Причем, когда имя написано, вот, большое расстояние между буквами, вот посмотрите в этих документах, я их тоже в группе опубликовала, там видно, допустим, Лиза и там Ли, расстояние между ними. Так вот это слово из вещи, ну, как бы, из, допустим, прилагательное, живая, допустим, как будто бы приложено к чему-то, ну, как описание чего-то, да? Оно превращается за счет этого в существительное, что оно существует, вот он, это он сам. Не русский, а как бы рус, вот он, сам. Ясно. И прилагательное, вот это вот меняется значение за счет этого, юридически. Вот это тоже изучите, вот этот момент. Ну, я, что изучать? Я уловил, это надо тестировать. Я практик, я все. Да, да, но это когда вы уже потом применять будете. У нас, я вот не помню, они или имя, или фамилию пишут. И они еще адрес по-другому сейчас везде указывают на конвертах. Кодратные скобки, это значит, что оно написано, но оно не в тексте. Или кавычки, да, или ЦО. Это значит, что они, хотя и дали название вот этим улицам, но это еще не значит, что они были сто лет назад, так же назывались, правильно? И тем самым, этими скобками мы им это указываем, что мы не признаем это. Слушай, ну, уже это, час двадцать говорим, давай, наверное, закругляться. Смотри, я могу в видео вставить ссылку на твою страничку ВКонтакте? Да, да, конечно, я буду очень рада. Спасибо, спасибо за приглашение, спасибо за разговор. Я очень рада буду, что эта информация, ну, будут люди интересоваться. Я для этого и сделала эту страницу. Чтобы люди изучали и начинали действовать, жить, как живые люди. И понимали, что такое персона. И научились взаимодействовать с этой персоной. Правильно взаимодействовать. А, подожди, подожди. Все-таки по практике есть положительные результаты? Расскажи, вот, ну, ты говоришь, ты по судам не ходишь там. У тебя там с телевизором это все заглохло. А еще и второй случай, да. Не, 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 подожди, подожди. У тебя с телевизором все заглохло. То есть, неизвестно, чем закончилось. Меня интересуют вот именно, как тебе сказать, такие победы, ну, типа такой, как у меня произошла. Вроде 100% проигрышное дело, потому что, ну, все к этому шло, что штраф назначат. А тут бац, включил тему в живых и выиграл. Есть такие примеры? Есть, я знаю, только по слухам, вот, в моем чате они рассказывали, что, они говорят, в основном к нам приходят люди, которые уже, у них вот стоит полиция вывозить из хотеля всю мебель. И было такой случай, вот, на днях у женщины. У нее хотели отобрать полностью, вывезти мебель из хотеля и ее вышвырнуть. И вот сам мужчина главный пришел туда, хотя еще не подготовлены были все эти документы, которые я перечислила. И все равно он добился того, что у нее ничего не отобрали. Все стоит на месте, и она благодарна. Она осталась в хотеле, все ей принадлежит, все осталось. И даже они там сделали ошибку, сами себя поставили, ну, как бы в капкан, что теперь он против них может действовать как-то там. У них это каждый день такие ситуации, вот те, которые действительно занимаются этим. Вот они, как бы, они действительно работают с людьми и помогают людям, потому что они настоящие профессионалы в этом деле, и можно просто учиться у них. А я только учусь, я только для себя применяю и то, что я знаю, делюсь и все. Но эта информация, они ее не выставляли на открытую, потому что тут преследуют таких людей. Ну, у нас тоже преследуют, что? Многим пришлось бежать из Германии, поэтому они потихоньку-потихоньку так помогали людям и все. А сейчас они просто вышли и все в открытую, поэтому только сейчас у меня эта информация появилась. А они русским языком владеют? Нет, они немцы, немцы, в немецком, может быть, на английском тоже. Но я начала переводить кое-что на русский, у них очень составлен язык такой грамотный, юридический, мне очень трудно его переводить, но смысл хотя бы понять. Но вам все равно придется на своем составлять, на русском, для себя переделывать, все равно придется эти документы. Главное понять принцип. Ясно, ясно. Ну, принцип ясен. В принципе, одно и то же, просто по-другому звучит. Все то же самое, что в Германии, что в России действует во всех странах одно и то же, везде одно и то же. Для этого, наверное, и создали языки, чтобы разделить. Ну, да. Чтобы один другого, как говорится, не понимал. Вот хорошо, что ты русский язык знаешь, при этом живешь в Германии. Да, да. Ну, так должно, значит, было быть. Они у меня еще был, какой случай у меня второй, они мне переплатили в 2009 году пособие 560 евро, переплатили. Ну, получилось так, в один месяц два раза заплатили. Потом, значит, они отдали приставам, и те увидели, и начали с меня требовать, это было три года назад, эти деньги. А я как раз только узнала вот эту тему. И я когда узнала, что у меня какие-то счета там огромнейшие, и я узнала, что мое правительство, моего города получает каждый месяц 13 тысяч евро на содержание персоны, а пособие получают люди по 500-600 евро, остальное они оставляют себе. А как ты узнал это? Ну, во-первых, это вот так вот от людей, и Марсель говорил, это как бы вот эти люди, которые этим занимаются, они это знают. Ну, а документально это где-то видно? Я не знаю, документальных документов у меня нету. Но это так, это уже от многих источников идет. Я же поставила, как бы паспорт взяла, а на содержание, они же опекуны, они же обязаны меня содержать. Да, фидуциарные обязательства. Вот это и есть эти деньги. А теперь мне приходит такой счет, они хотят меня эти деньги. Я сказал, я себе говорю, они никогда в жизни эти деньги от меня не получат. И я им отправляла письмо от Марселя в два раза, и они эти деньги до сих пор от меня не получили. И никто ко мне не пристает. Никаких судов, ничего. Я письмами, я письмами отправляю, и они отстают сами. Ну, это, как тебе сказать, из всего успешного опыта живых, насколько ко мне вот стекается эта информация, 90% просто перестают беспокоить, так скажем. Да, да, единственное, что они могут делать, перестать беспокоить. Но есть 10% таких результатов, что просто в пух и прах разбивают и добиваются победы. Я вот именно ищу вот такие примеры, чтобы все видели. И даже вот среди вот этих 90%, когда отстают, да, когда, допустим, состоялось какое-то судилище, был иск, были претензии, было заседание, человек приходит, заявляет себя живым, а потом бац, и дело с сайта пропадает, и исполнительное производство пропадает, и отстают. И то есть тишина, всё, ничего не было. И вот это вот очень трудно доносить до других, доказывать, что это на самом деле было, потому что всю информацию подтёрли. И я всё жду, когда появится случай, когда кто-либо из живых полностью всю эту ситуацию, допустим, проведёт от начала и до конца. Везде сделают скриншоты, фотографии, там документально заверят, что у неё что-то было, а потом бац, это всё исчезло, и опять доказательства. И покажет, что вот смотрите, вот это всё было, а потом, когда я заявился живым, вот видео, вот аудио, вот документы, а потом это всё пропало. Вот доказательства. Вот такое я ещё понимаю. Ну, может быть, сейчас люди начали изучать эту тему, может быть. Ну, система, видишь, она пытается это замять, чтобы никто об этом ничего не знал. Так это потому коронакризис и настал. Они хотят, чтобы все по домам сидели, никто никуда не ходил. Ну, всё равно через интернет информация расходится. Насчёт коронавируса я хотела сказать, что все вот эти законы, которые они якобы издают, они издают их для персоны, чтобы люди это понимали. Да. Они вакцинировать имеют право только персону. Так о чём ты говоришь? Вообще все законы в отношении персон. Да, да, но люди сами должны это понять. Не бросаться в панику. Живого человека они не могут никак провакцинировать, вообще никак. Они близко даже не могут подойти к нему, если он правильно себя позиционирует. Так вот я хочу в заключение сказать свою главную мысль, что спасение на самом деле не в знании законов, не в каких-то бумагах, знаниях юрисдикции или статуса адвоката, или в каких-то знакомствах, связях, спасение не в бумагах живых. Какие-либо ты эти бумаги сам себе не написал, всё равно тебя бумаги в определённых ситуациях не спасут. Спасти может только осознание и знание, что ты живой. И вот именно такое поведение, которое чуть-чуть продемонстрировал в заседании, что именно вот такое поведение оно может спасти. Без всяких документов, действуя живым словом и чистой логикой. Я согласна, это действительно так, но до этого надо расти. А для начала, ну пусть люди пользуются теми документами, которые система признает. Вот в определённую форму она должна быть составлена. Не допущено, не должно быть ошибок. И она признает и по документам живых. А людям бывает не всем так легко просто на словах защищать себя. Некоторым нужны письменно что-то, какая-то информация. Ну да, это ясно, что мне некоторые даже и говорят, что я не в состоянии это всё сознать, пока не увижу документ. Есть и такие. Поэтому им нужен именно документ. Документы тоже в письменной форме тоже всё есть. Просто надо это тоже изучить. Ихнии параграфы, законы нам не надо изучать. Потому что когда мы вышли из системы, они все отпали сами по себе, все их законы. Зачем нам их изучать? Они распространяются только на персону. А персона вон в паспорте, запись. Скажи мне, у вас в законах Германии тоже везде, там и в Конституции, и в кодексах, и в этих, ну есть жилищный там, допустим, кодекс, административный, там гражданский, уголовный. Там везде прописаны, вот у нас в России написаны граждане, физические лица и всё. Человека там нету. Там человек вообще не фигурирует. Нет. Только персона. Вот, вот. То есть вот эти всякие фрау, да, гражданки. Фрау, если пишут, обращаются, пишут фрау. И если называют, называют только персона, больше никак. Вот, вот. Это всё относится к персонам. Всё к персонам. Причём я тебе скажу больше, если здесь, допустим, разбирают суд убийства, произошло убийство, да, и кого-то судят. Этот процесс называется капиталь-деликт. Капитал. Цель, значит, судьи. Делёжка капитала, что ли? Нет. Его цель, его задача выяснить, сколько ущерба было нанесено, значит, хозяину этой вещи, вот этого, которого убили. А, этот, деликт, это означает ущерб? Капитал, это капитал, а деликт, это процесс, значит, он обязан выяснить, какой нанесён был ущерб капиталу. Ну, то есть, как этот, финансовые разводящие, куда какие денежки должны перечислиться? Да, вот человека убили, а он же коллатераль был. Он должен выяснить, сколько было хозяину персоны, коллатераль, вот это всё связано, сколько было ущерба нанесено на его счету, там, всё вот это. А живого человека вообще не рассматривает суд, что его убили, или там кого-то убили. Нету этого вообще в суде. Ну, да, а выглядит, как будто же это... Кому-то человека там убили. А нету этого, даже по названию. Ясно. Ну, ладно, давай заканчивать, а то видео длинно получится, полтора часа. Ну, я не знаю, может, поделишь на два раза или как. Не, я этого хочу, вот прям можно и без монтажа, потому что устал монтировать, прям так размещу. Хорошо. Хорошо, я очень рада, спасибо большое за приглашение. Рада поделиться информацией, знаниями. Благодарствую, будем на связи. Будем на связи. Очень рад, что в Германии тоже поднимается такое движение живых. Именно движение, не движение людей, а движение осознанности. Да, да. Это совершенно другое состояние, совершенно по-другому себя чувствуешь. И у живого есть еще такое правило, никогда не обесчестивать другого. Живой, суверенный человек никогда не обесчестит другого. Осознание такое приходит, совершенно человек по-другому себя ведет и чувствует. Конечно. Все меняется, абсолютно все мировоззрение меняется. На мир по-другому смотришь. Человек начинает себя по-другому сам себя чувствовать. Совершенно, просто я советую, даже те люди, которые просто заполняли вот это заявление себя живым, они сами мне говорили, я просто, мне как осенило, я себя просто увидел с другого света, самого себя. Кто я? Я же человек. Понимаешь, только из-за того, что он заполнил эту бумажку. Ничего не произошло. Вот я о том и говорю, что некоторым именно нужно бумагу заполнить, чтобы осознать себя живым. Я, потому что эту бумажку не просто так силы заполнил, там нужно определенные вопросы точно знать. Они начинают спрашивать, а как там, а как там. И они, это процесс. Он производит определенную работу, вот это как бы над собой. И вот этот процесс, он должен пройти у каждого. У каждого по-своему, но без этого никак. Ничего страшного, сейчас система поможет. Да, 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 да. Скоро все живые будем. Да? Не хочешь, заставим. Не умеешь, научим. Я рада всем живым, новым, всем, кто присоединяется, всем суверенам. А когда суверенны все объявят себя живыми, тогда мы заявим, что мы же живем в государстве. Мы живем, допустим, в СССР или в Кайзерай. И мы на законных основаниях, никто не может нам это ни запретить, ни противоречить. Ни один суд это не может нам запретить. Это наше право. Мы волей изъявились, и это истина. Мы никогда не говорим неправду, мы говорим всегда только истину. Ну, логично. Ну, все тогда, благодарствую. Давай, созвонимся еще. Хорошо. Давай, счастливо. Счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok